Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой первый обзор, посвященный моделям и игрушкам по мотивам вкладышей Турбо, я хочу посвятить спортивному автомобилю Ferrari Testarossa. Этот вкладыш является первым по счету во второй серии вкладышей Турбо турецкого производителя кондитерских изделий Kent Kida, а выпускался он под номером 51. Этот вкладыш среди второй серии Турбо был для детей моего детства самым уникальным, потому, что он единственный идет с тройным изображением модели автомобиля Ferrari Testarossa спереди, сзади и сбоку. Все остальные вкладыши до 120 номера такими ракурсами не балуют. На вкладыше изображен реальный среднемоторный спортивный автомобиль Ferrari Testarossa, который производился с 1984 по 1991 год. Перевод с итальянского слова Testarossa означает красная голова, так как крышка головки цилиндров силового агрегата была окрашена в красный цвет. При изготовлении кузова Ferrari Testarossa широко использовались пластик и алюминий. Двигатель Ferrari Testarossa был оппозитный и 12-цилиндровый. Рабочий объем составлял 4943 кубических сантиметра. Мощность составляла 390 лошадиных сил, а максимальная скорость 290 км в час. Все характеристики указанные на вкладыше полностью соответствовали реальной модели. Testarossa стала одной из самых успешных моделей Ferrari и за все время производства их было выпущено 7177 штук. Цена на реальный автомобиль остается такой же высокой сегодня, как она и была 30-40 лет назад. Дешевле 100 тысяч долларов ее сложно найти, а самое дорогое предложение, которое мне встречалось, это 250 тысяч долларов. Возможно, есть и более эксклюзивные варианты Testarossa. В мире игрушек и масштабных моделей Ferrari Testarossa встречается очень часто, и это одна из самых легко доступных к покупке моделей из серии Turbo. Причем можно найти как примитивную игрушку за 1 доллар, так и детализированную модель в разных масштабах за несколько сотен долларов. В моем распоряжении для демонстрации сегодня несколько недорогих вариантов этого автомобиля от Buraga, Matchbox серии Super Kings и какого-то неизвестного производителя. Все эти экземпляры сделаны в разном масштабе. Matchbox Super Kings 1.40, Buraga 1.43, а модель неизвестного производителя что-то посередине между ними. Каждый из этих Ferrari имеет свои особенности и, конечно же, больше вызывает интерес те, у которых что-то открывается. У модели от Matchbox открываются двери и крышка моторного отсека, под которым находится имитация двигателя. У красного Ferrari неизвестного производителя открываются двери и в салоне двигаются спинки сидений. Ferrari от Buraga оказался полностью глухим, наверное, потому, что открывающаяся версия есть в более дорогом и детализированном масштабе 1.24 у этого производителя. В принципе, если сравнивать эти три машинки, то даже невооруженным взглядом видно, что модель от Matchbox самая детализированная из них, несмотря на то, что она довольно потрепана временем и с потерями. Хотя есть небольшие детали, которые в модели от Matchbox упустили. Например, в красном Ferrari есть на левой двери имитация бокового зеркала, в то время как в Buraga и Matchbox его нет. Эмблема с лошадкой только в модели от Buraga есть спереди и сзади, как в настоящем авто. В других моделях эмблема только спереди. Передние фары более листично сделаны в модели от Matchbox, а задние интереснее смотрятся в Buraga, хотя ни там, ни там нет имитации стопов и поворотников. Днище у красного Ferrari вообще не прорисовано. Немного прорисована выхлопная и ходовая часть у модели от Buraga сзади, а у Matchbox и спереди и сзади. Опять же, более детализированная проработка днища присутствует в моделях в масштабах 1 к 24 и больше. Колеса у всех моделей пластиковые с имитацией фирменных дисков с пятиконечной звездой, но самые красивые и реалистичные у модели от Matchbox. Также у Matchbox колеса с неплохой амортизацией. Салон лучше проработан у модели от Matchbox и видны даже какие-то кнопочки и регуляторы на приборной панели. В принципе, больше ничем эти модели порадовать не могут, так как находятся они в недорогом сегменте. В данном состоянии их можно купить в среднем за 5-7 долларов. Конечно, в идеальном состоянии с коробочками они будут раза 2-3 дороже. Ferrari Testarossa более интересно сделан в масштабах 1 к 24 и 1 к 18. Причем это относится к разным производителям, которым можно отнести Buraga, Kyosho, KK Scale и другие. Также есть эта модель в виде конструктора Собери сам. Всем спасибо за просмотр этого видео обзора, надеюсь было интересно и познавательно. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой и до новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова